Такое распоряжение на совещании министру образования края дал исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. За каждое из школ закрепят ветеранов, которые будут участвовать в образовательном процессе на постоянной основе, а не только в канун праздников. Отвечать за такую работу будут лично директора школ. Эти ветераны должны еженедельно быть вовлечены в активную жизнь подрастающего поколения. Потому что живые, реальные свидетели событий будут нашим мальчишкам и девчонкам рассказывать о этих военных баталиях, о трудностях, о лишениях, которые прошла наша страна и весь народ. Это необходимо и должно являться одним из основных условий воспитания подрастающего поколения. Они изначально вырастут с тем стержнем, наша молодежь, которую никому никогда не поломать, никакими идеологическими атаками. Работу эту будем активизировать и продолжать. Замечания принимаются. Потому что нет ничего более важнее, чем в воспитании воспитывать любовь к родному отечеству и уважение к старшему поколению. На краевом совещании Вениамин Кондратьев также поднял тему о состоянии Дома офицеров в Краснодаре. Сейчас там решается вопрос с собственником. Ветераны переживали, что их традиционное место встреч может измениться. Руководитель региона поставил точку в этой истории. Участники Великой Отечественной войны и дальше смогут встречаться в Доме офицеров. А вот его нынешнее название может измениться на Дом ветеранов и защитников Отечества.